За что квартиры жители Уральска выставляют на торги? Почему в Казахстане аллергию перестали называть сезонной болезнью? Какой зоопарк в стране могут закрыться и почему? Об этом мы расскажем сегодня. Это программа «Народный контроль». С вами Камиль Галинин. Здравствуйте. По традиции, непридуманные истории казахстанцев. В жилые микрорайоны Уральска уже третий раз за последние месяцы не подают горячую воду. Причина многомиллионной долги. Именно из-за этого прекратили подачу газа в городскую теплоэлектроцентраль. Сейчас, после выплаты части долга, ТЭД снова заработал в обычном режиме. Но как долго ждать горячей воды, горожане не знают. Полмиллиарда тенге задолжал уральск предприятию «Жаех Теплоэнерго». Эта компания обеспечивает теплом и горячей водой около 70 тысяч абонентов. Вернее, обеспечивала до тех пор, пока долг не достиг колоссального размера. Чтобы заставить потребителей платить по счету, монополисты пошли на крайние меры. Но пока идет война за каждой тенге, вырос долг теплоснабжающей компании перед компанией газоснабжающей. Теплоцентраль, задолжавшая Кастрансгазу Аймаку 150 миллионов тенге, уже сама остается без голубого топлива. Сейчас больше 20 тысяч исков против должников направлены в суд у 208 абонентов арестованной квартиры. Квартира самого злостного неплательщика, задолжавшего за тепло 900 тысяч тенге, будет выставлена на торги. В последующем судебный исполнитель будет оценивать, независимая оценочная компания будет оценивать этот автомобиль, и он будет выставлен на торги. Третье отключение за этот год, но хотел бы сказать, что в отопительный сезон мы его не отключали. Чтобы город не оставался без отопления и горячей воды. Начали отключать с окончанием отопительного сезона. Законны ли такие кардинальные меры? И имеют ли право коммунальные службы выставлять на торги единственное жилье должников? При наличии больших задолженностей реализация имущества, она возможна. При этом суд, рассматривая данные дела, принимает во внимание размер задолженности. То есть, если размер задолженности примерно соразмерен со стоимостью данного недвижимого имущества, суд удовлетворяет. В случае, если несоразмерна задолженность со стоимостью рыночной данного имущества, суд зачастую отказывает. Казалось бы, лето подходит к концу. Сезон аллергии уже позади. Но как бы не так. В последние годы в Казахстане аллергию перестали называть сезонной болезнью. В стране становится больше подверженных аутоиммунному заболеванию. Почему казахстанцы чаще чихают, покрываются пятнами и бегут к аллергологам, выяснял мой коллега Амир Саменбетов. Мадик Айржанов уже как две недели не выходит из дома. Все дело в том, что у него поленос. В народе это заболевание называют сезонной аллергией. Молодой человек рассказывает, что из-за своего недуга ему пришлось даже взять отпуск. Работает он поваром. Стоять у плиты и постоянно чихать говорит недопустимо. Да и состояние с каждым днем только ухудшается. Не дают покоя отеки, насморк и зуд. Я каждый день просыпаюсь в пять утра и начинаю непрерывно чихать. Я не то что сам не могу выспаться, я не даю уснуть своим родным. То же самое, когда ложусь спать. У меня из-за заложенности носа элементарно не могу уснуть. Да, ходил я на прием к врачам, они сказали, что этот лечит только зимой. Потратил несколько тысяч. Моди признается, что не первый год мучается от аллергии. Успокаивает себя лишь тем, что в сентябре болезнь отступает. Медицинская маска, солнцезащитные очки. Это основные предпринимаемые меры. Но с каждым годом противостоять недугу таким способом становится все сложнее. Так, в прошлом году Моди стал принимать сильнодействующие препараты. Лишь бы победить аллергию. Но в итоге и вовсе погубил здоровье. Мне посоветовали купить препарат дипроспан, типа это укол. Один раз укололся и забыл, что такое аллергия. Да, не спорю, аллергия. Временно вылечил. Но у меня произошел сбой в организме. Я аллергию заменил на другие болезни, которые даже называть трудными. Тот самый гормональный препарат, который должен был вылечить аллергию, повлиял на мужское здоровье Моди. Самое страшное, что последствия такого лечения, по мнению экспертов, могут быть непредсказуемыми. У нас существует касание беспрепятствий закуп лекарственных препаратов в аптеках. И это приводит к тому, что, например, такой препарат дипроспан, членник улица каких-то лечебных учреждений, даже в самих аптеках, для лечения профилактики аллергии. Это абсолютно неправильная позиция. Я заявляю с полной ответственностью и от нашей ассоциации, от себя личной, от рекомендаций международных консенсусов. То есть, изображена неправильная тактика введения. Но халатно относиться к аллергии тоже нельзя. Это прямой путь к бронхиальной астме. Специалисты утверждают, что каждый десятый казахстанец страдает полинозом. Пик аллергии приходится на август, когда цветут сорные травы – полынь, лебеда. Специалисты считают, что их пыльца – самый сильный аллерген. Тут главное не заниматься самолечением. Сейчас, на данный момент, мы не проводим диагностические мероприятия в обострении. Этими пациентами мы начинаем заниматься только в конце октября. Когда у нас заканчивается процесс полинации, пациент заходит в ремиссию. И в этот момент мы можем пациента обследовать. Врачи советуют как можно меньше выходить на улицу и использовать медицинскую маску. Также соблюдать гипоаллергенную диету. То есть, исключить из рациона мед, сладости и фито-чаи. И обращаться к специалистам. По данным отечественных специалистов, сегодня в Казахстане от различных видов аллергии страдает около 20% населения. Ну а согласно исследованиям Всемирной организации здравоохранения, за последние три десятилетия аллергические заболевания стали одним из самых быстро распространяющихся в мире. Звери в неволе. Карагандинские активисты шокированы условиями содержания братьев наших меньших. Потому предлагают закрыть старейший зоопарк Казахстана. Руководство же не разделяет претензии защитников животных и не видит повода для поднявшейся шумихи. Обе стороны выслушали мои коллеги. Зверские условия содержания животных в зоопарке. Иначе Айгулька Жахметова увиденное назвать не может. Маленькие клетки, измученные животные и никаких надежд на улучшение условий их содержания. Свои вопросы напрямую она сдает директору Карагандинского зоопарка. Девушка, ее нужно здание сносить, делать проект, его утверждать. А когда вы еще планируете, Ручеряш, вот я. Скажите, пожалуйста, какое преступление совершил Мишка, что он за клетки 2 на 2? Он никакое преступление не совершил. Ну за что? Действительно, ни в каких преступлениях медведь не улечен. Но вот выглядит он как заключенный, осужденный по самой строгой статье Уголовного кодекса. У Айгулька Жахметова, как и у других неравнодушных карагандинцев, доворачиваются слезы при виде условий, в которых находится обитатель зоопарка. Поэтому онлайн-петицию, запущенную отважной девушкой, подписали сразу несколько сотен горожан. Эмоции у меня негативных. Прям вот через край, честно. Я до того была возмущена содержанием в клетках. Особенно мне возмущает то, что клетки очень тесные для животных. Я была во многих городах. Я видела там зообарки. Там вообще другое. Небо и земля. У медведей есть бассейны. Бассейны, за которыми ухажут. У нас видели, какой бассейн? Там вместо воды растет трава. Я как поняла. И вместо ремонта, говорит девушка, вновь пустые обещания. В 2015 году основное здание зоопарка 68-го года постройки признали аварийным. И в прошлом году оно пошло под снос. Новое так и не построили. В другом помещении обвалилась крыша. Ремонт обещают, да к тому же масштабные. К возмущениям горожан руководство парка относится с пониманием. Я, конечно, поддерживаю тех горожан, которые так и беспокоены нашим зоопарком. Но что хочу сказать, что руководство области города не сидит на месте. Она не сидит сложа руки. Она занимается нашим вопросом. На первом этапе у нас сегодня стоит строительство здания земли в содержании зооколлекции. А уже последующий этап будет это уже освоение пустующих земель. Активисты недоумевают, почему за столько лет существования зоопарка из 43 гектаров территории освоено только 8 гектаров. Остальные 36 могли бы уже давно стать просторным домом для его хвостатых жителей. Сама идея проекта по расширению зоопарка радует карагандинцев. Только когда завершится экспертиза, пока неизвестно. Денег на строительство не выделили. Активисты возмущаются, руководство ждет. Тем временем животные вынуждены ютиться в крошечных клетках. Активисты всерьез обеспокоены, что животные карагандинского зоопарка могут погибнуть, как это произошло в Шимкенском. Там по неизвестным причинам умер южноамериканский кайман и антилопа. А после таинственным образом пропали три серых варана, занесенных в красную пыль. Зоозащитники говорят, что даже у животных в клетках должны быть человеческие условия. Вот здесь находится детская площадка. Огороженная она. А прямо напротив находятся мусорные контейнеры. А также автостоянка. И вечером здесь дети играют. Очень много машин. И к вечеру здесь урны все забитые. И порой дышать буквально нечем. Напомню, это видео нам прислали в рубрику «Народный репортер». Неравнодушный телезритель недоволен соседству детской игровой площадки и мусорных контейнеров. Как пояснили нам юристы, в данной ситуации нет нарушений санитарных норм. Хотя до 2010 года в стране действовали иные правила. Так вот, согласно им, мусорные контейнеры должны были располагаться не ближе, чем за 20 метров. И не далее 100 метров от жилых зданий, административных учреждений и детских площадок. 29 июня 2007 года были утверждены правила по эксплуатации, строительству и сооружению жилых зданий, где были регламентированы правила по установлению мусорных контейнеров. На сегодняшний день нет нормативных актов, которые бы регламентировали или регулировали данные правоотношения. В случае установления или выявления гражданами данных нарушений по установке мусорных баков, они вправе обратиться в аппараты районных акиматов, которые, в свою очередь, обязаны отреагировать, более того, произвести мероприятие по устранению данных нарушений. А если и вам есть что рассказать, то мы ждем ваши видео на мобильный мессенджер нашей программы по номеру 777-890-6690. Ждем ваших историй на электронный адрес, либо в социальных сетях. Обращайтесь, поможем. С вами была команда народного контроля. Встретимся с вами уже очень скоро, как обычно, на телеканале Хабары. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин